Всем привет на канале Александр Эмбрес. Сегодня к нам в гости попала большая и мощная пилодисковая Макита модель 5008 МГ. В комплект входит проставка под нижний фланец, два фланца и болт. Верхний фланчик обычный, а нижний как всегда универсальный. С одной стороны 30 миллиметров, со второй 20. Болт для зажатия оснастки тоже универсальный, его можно откручивать, закручивать ключиком рожковым на 13 или шестигранником шестерочкой, который тоже идет в комплекте. По традиции ключик имеет свое посадочное гнездо в корпусе пилы. Ну и куда ж такая крутая пила, до без диска фирменного. Наружный его диаметр 210 миллиметров, посадка 30 миллиметров. Толщина диска 2 миллиметра и как видите в нем ажно 24 зуба. Помимо всего вышеперечисленного имеется обыкновенный простенький параллельный упор и насадка для подключения технического пылесоса. Съемная насадка. Внутренний диаметр ее 30 миллиметров, что как раз подходит под технические пылесосы. С комплектацией разобрались, теперь за сам чудо аппарат. Он оснащен блокировкой вала для быстрой смены оснастки, кнопкой включения без каких-либо предохранителей, ну и естественно имеется регулировка глубины пропила. Нужная глубина фиксируется с помощью рычага и да, на корпусе имеется разметка. И конечно же есть регулировка угла пропила, которая фиксируется тоже рычагом. Регулируется угол от 0 до 50 градусов, имеется разметка и что немаловажно имеется упор ограничитель. С его помощью можно быстро настраивать распространенные углы. Вот к примеру 22,5. Готово. 45. Готово. Ну и таким же макаром полтос. Теперь взглянем на платформу. Она летая из магниевого сплава. Обратите внимание, вот сюда. С помощью этого винта можно выстроить идеальный прямой угол. В передней части платформы имеется крупная разметка, естественно целеуказатель внутри и снаружи. Толщина платформы в самом тонком месте 4 миллиметра. Вся платформа в ребрах жесткости. И как видите, имеется посадка для параллельного упора, который зажимается вот этим барышком. Длина провода от пыльника до вилки 2,40. Провод довольно толстый и очень мягкий. Ну прям хороший. Расклинивающего ножа ровно каких креплений под него нет. Не поверите, но имеется подсветка рабочей зоны, которая включается при подключении инструмента к сети. Ну и выключается, соответственно, когда мы его отрубаем. Пишите в комментариях, нужна вам подсветка рабочей зоны или нет в пиле дисковой. Теперь обратите внимание вот сюда. Здесь своеобразные воздуховоды реализованы. Так вот, при работе пила через эти воздуховоды автоматически сдувает стружку. Сдув стружки, короче, есть. Теперь за глубину пропила. Под прямым углом максимум 75,5. Под 45 максимум 57 миллиметров. Под 50 градусов максимум 51,5 миллиметр. Мощность чудо аппарата 1800 ватт. Максимальные обороты 5100 в минуту. Максимальный рекомендованный производителем диск 210 миллиметров. Теперь давайте проверим углы. Для начала прямой. Ну, как видите, с коробки все хорошо настроено. Хотя подправить это все равно можно, даже если угол собьется. Теперь с помощью упора ограничителя выставляю 45 и давайте смотреть. Мини погрешность есть, но в принципе норм. Кожух, как видите, как всегда люфтит, но это фигня. Давайте смотреть на зазор. Ну и, естественно, на люфт шпинделя. Как видите, диск прогибается, а вал не люфтит. Теперь возьму штанген и проверю, параллелен ли диск платформе. С одной стороны 39 миллиметров. И со второй, как видите, тоже все окей. Теперь возьму вот такую штуку и проверю, прямая ли наша платформа. Нет ли в ней изгибов, раковин и тому подобных неприятных штук. Как видите, платформа прямая. Никаких раковин, никаких торчащих горбов в ней нет. А ну а теперь, тест болтанка. Как обычно, закрепил пилу к столешке с помощью струбцин и с помощью не струбцин. Хорошенько зажал и проверяем. Блин, вот этот вот узел стоит ровно. Прогибается пластик, ребят. Вот этот люфтец именно из-за того, что прогибается пластик. Вот вам еще один ракурс. Вот смотрите сюда. То бишь, платформа недвижима. Здесь непосредственно между корпусом и вот этой металлической деталью люфта никакого нет. Имеется именно прогибание пластика. Короче, подгонка деталей, в принципе, здесь неплохая. И болтанки, как таковой, здесь нет. Но при этом, если давить на пилу сильно, то она 100% перекосится. И, кстати, я тут еще косичок заметил. Смотрим вот сюда. Значит, зажимаю вот по самой неболой прям. И двумя пальцами. И я могу сместить глубину пропила. В буквальном смысле. Вот я вот так вот двумя пальцами. Без нагрузки особой. При этом зажал полностью. Вот, видно. И да, я в курсе, что это обычная, не сверхточная плотницкая пила. Но информации лишней не бывает. Вес пилы 5 килограмм 200 грамм. Съемная насадка весит 36 грамм. Так, теперь, как обычно, стеклышко. Листочек бумажки. И проверяем балансировку. Зафиксировал кнопку включения и врубаю. Как видите, с балансировкой все хорошо. Ну что-с, осталось проверить, куда же светит наша подсветка рабочей зоны. Вырубаем подсветку. Вырубаем свет. Да, как видите, светит прям туда, куда надо. И если смотреть со стороны оператора, то все хорошо видать. Ну да, если меняешь угол, хуже не становится. Светит прям туда, куда надо. Ну да, нормально. Короче, подсветка неплохая. Ну а теперь, как всегда, до потрохов. Первым делом лезем к щеткам. Они у нас на пропочках. Кстати, да, если вдруг возник вопрос, а что же это за крутая железная деталь. Это нахлобучка просто бесполезная. Вот как наши щетки выглядят вблизи. Это 153-я макита без предохранителей. Размер их 6,3 на 13,3. Графит, естественно, плотненький. Щетки сняты, поэтому можно приступать к снятию корпуса электрики. Но прежде, обратите внимание, через рукоятку проходит вот этот удлинитель от нашего рычага. И рычаг не даст снять нам ничего. Поэтому для начала снимаем рычаг. Для этого снимаем стопорку. Вот так вот. Снимаем рычаг. И снимаем гайку вот с этим кольцом. Потому что они бы мешали бы тоже. Все, ура! Можно откручивать корпус электрики от корпуса редуктора. Он тут на трех длинных винтах. Так, добрались до электрики. Предлагаю сразу снять якорь. С помощью деревянной колотушки вынимаем аккуратненько вот этот подшипник из посадки. И якорь просто легко достается. Ничего подковыривать не надо. Достаем диффузор. И видим большой и красивый якорь. Тьфу, блин, статор. Намотан статор толстенным проводом. Находится в пластиковых постелях. И не только пластиковых. И дополнительно лаком не покрыт. Да. Ну, потому что он не бронирован. Я думаю, и так видать. Да, это тут и не надо. К щеткодержателям статор подключен с помощью контактных колец. Блин, откручу, пожалуй, этот шильдик. Он в кадре бликует просто по-страшному. Видите, как и обещал. Ничего под ним нет. Это просто маркетологи, видимо, придумали зачем-то. Чтобы утяжелить конструкцию. Ну что, можно лезть в рукоятку основную. Но прежде открутим дополнительную. Да, она здесь вот такая вот съемная. Раскрутили и вскрываем. Вот так вот. Так, это у нас пружинка для блокировки вала. Вот она наша блокировка вала. Как выглядит, как обычно. В принципе, ключик подпружиненный. Только здесь у нас резиночка такая нахлобучина. Вот как наша кнопка выглядит вблизи. И вот два крепления под корпус. Она на 9 ампер. Как видите, разборная. Сразу к ней кондерчик подключили. Вот кому интересно шильдик от этой кнопки. И вот прям к сети вместе с кнопкой подключен блок подсветочки нашей. Блок герметичный. И, обращаю ваше внимание, диоды направлены в сторону диска. На эту красотищу полюбовались. Давайте ее сразу соберем, для того, чтобы не мешала она. Вот про вот эти крепления я говорил, если что. Все, завели все по местам. Не забываем ни про какую мелочевку. Ну и накрываем крышкой верхней. Все, закручиваем обратно. Ну вот пришло время смотреть на наш якорь. Ну, естественно, сразу хочется сказать, что он здоровый. Тонким-тонким слоем лака покрыт. Намотан нормально. Летя у коллектора квития нет. Уплотнитель есть дополнительный здесь. Здесь нету. Зато под верхним подшипником, как всегда, видим проточки. Под блокировку вала. С обеих сторон. Над крыльчаткой установлен 6002-й фирмы NSK. А под коллектором 608-й фирмы NMB. Если вдруг кого смущают вот эти полосы, то это балансировка. Ну, это нормально. Ну что-с, теперь можно лезть в механику. Для начала снимем кожух. Для этого снимаем стопорное кольцо. А затем снимаем сам кожух. Убираем вот этот длинный винт, чтобы он нам не мешал. Достаем проставочку. И откручиваем крышку редуктора. Если вручную не достается, деревянная колотушка вам в помощь. Ох, красота. Пиши в комментариях. Классный инструмент, деревянная колотушка. Или очень классный. Перед тем, как что-либо делать, смотрим на ведомую. Как видите, на ней имеется слой смазки. Это значит, что смазка по консистенции подобрана правильно. И на шестерне всегда есть масляная пленка. Количество смазки тоже удовлетворительное. Видите, эта полость полностью занята шестерней ведомой. И все место, что не занято шестерней, занята смазкой. Единственное, как обычно, вот сюда чуть-чуть ляпнуть. Перевернули корпус. И видим, что основная часть смазки находится там, где стоит червяк. И обращаю внимание, имеется резиночка вот здесь и вот здесь. Смазка, короче, с редуктора убегать не будет. Но тут пришло время смотреть, что же внутри нашей крышки редуктора. Берем суперспецключ и откручиваем вот эту вот штуку по часовой стрелке. А непосредственно под крышкой видим большой и красивый 6003 фирмы NSK. А внутри нашего редуктора стоит 608 фирмы NMV. Детарию закончились, поэтому предлагаю малость повандалить. Ведомая твердая. Надфиль еле-еле что-то пытается брать ее. Теперь ведущая. Ну, не самая твердая, что я в жизни видел, скажем так. Но надфиль прям с неохотой вгрызается. Короче, шестерни явно не пластилина. Ну, а деталишки как бы у нас закончились. Поэтому давайте собирать. Для начала установим вот эту крышку. Закрутили и зажимаем спецключом. Зажимаем без фанатизма. После этого устанавливаем крышку редуктора в редуктор. Ну, естественно, прикручиваем. Так, ставим винт, чтобы не забыть. Прокладку. Цепляем пружинку и ставим защитный кожух. Вот, примерно как-то так. Опять выручают деревянные колотушки. Ставим, короче, в удобное для сборки положение. И устанавливаем стопорное кольцо. Теперь берем якерь. Прицеливаемся. Вот так вот, не вставляем до конца. Чик. Вот так вот. Устанавливаем блокировку. Попадаем в пружинку. Давим на якорь, чтобы он встал в посадку. И проверяем блокировку. Во-первых, блокирует. Во-вторых, как видите, пружинит. Так, теперь наша задача попасть вот этим винтом вот в это вот отверстие. Ну и якорем, естественно, в редуктор. Вот как-то вот так вот. Все, как видите, все село плотничком. Переворачиваем, закручиваем. И начинаем собирать вот это. Раз проставка. Два проставка. Подкладываем под винт какую-нибудь рандомную хрень. Чтобы не опускался вниз. И начинаем собирать. Обязательно проверяйте, утоплен ли винт. То есть, должно быть вот так. Он должен входить в алюминиевый корпус. Только после этого приступайте к регулировке. Теперь наша задача установить наш рычаг таким образом, чтобы в зажатом состоянии он не упирался в платформу, не торчал никуда. Короче, ну вы поняли. Наверное. Пишите, поняли или нет. Вот так вот мне удобно будет. Когда убедились, что он стоит в нужном положении, просто фиксируйте его стопоркой. Вот так вот. Все. Отпустили. Зафиксировали. Отпустили. Зафиксировали. Вот так вот примерно. Пришло время установить одну из самых важных деталюшек. Шильду. Здесь у нас две дистанционные шайбы. Пластиковые. Не забываем про них. А, вот прицелились и закручиваем. Ставим рукоять. И ставим щетки. Зажимайте без фанатизма. Чудо техники дособирали. Поэтому давайте проверять. И вот на этом прекрасном моменте у меня сел микрофон. Значит, не нарушаем технику безопасности, ребят. Достаем из розетки инструмент всегда при замене диска. Ну и начинаем его установку. Проставка. Фланчик. Сам диск. Верхний фланчик. Ну и, естественно, болт. Заодно и блокировку вала проверим. Подсветка рабочей зоны, как видите, тоже в порядке. И сейчас проверяем пилякалку еще раз, но с диском. Ну а теперь, что же я могу сказать по поводу этого чудо техники. Начнем с минусов. Значит, на якоре, на переднем подшипнике нет дополнительного уплотнения. Ну и, скажем, не хватает опять же жесткости. Но, с другой стороны, это не точная пила. Она и не позиционирует себя, как пила для точного распила. Опять же, считать за плюс или за минус отсутствие предохранителя в кнопке, ну, решать вам, ребят. Пишите в комментариях. В остальном по пиле особо вопросов нет. Большой пропил. Быстрая регулировка углов. Мощный двигатель. Во всей пиле стоят фирменные хорошие подшипники. И НСК, и НМБ. Ну, это прям классно. Ну и, конечно же, не забываем про то, что здесь имеется сдув стружки. Провод в пиле качественный. Мягкий, толстенький. По поводу длины, ну, опять же, пишите, ребят, в комментариях, достаточно ли вам 2,5 метра длины провода в таком инструменте. Платформа прямая. Нет никаких гарбин-впадин. Диск параллелен этой платформе. 90 градусов настраивается. Ну и есть еще один огромный плюс, ребят. Подсветка и... И вот этот вот офигенный металлический шильдик. Прям пушка. Ладно, обобщаем. На мой взгляд, это профессиональная мощная пила со сравнительно большим пропилом, которая подойдет, в принципе, для любых работ по древесине, где не требуется большая точность, но при этом надо пилякать довольно-таки толстенькие заготовки. Вот примерно так. Не забываем про то, что она дофига весит. Поэтому, если вам надо легкая пила, это не она. Если надо точная пила, это, опять же, не она. Но, повторюсь, если надо большие какие-то заготовки пилить в больших количествах, где не требуется точность, да, вполне-вполне. Плюс, данную пилу, на мой взгляд, уже можно брать на распускание. Ну, естественно, опять же, без фанатизма. И с хорошим, острым, чистым расходником, ребят. Вот так. Пишите в комментариях, с чем сгодно, с чем мне и чему. Ну, а я, как за все думаю, надеюсь, что видео было корыстным. Тому подписывайтесь на канал, делитесь всеми видео, ну и hoppite. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok